Мы продолжаем говорить о тех трудностях, которые вызывают учения кришнаитов у христианского мировоззрения, о тех проблемах и способах их решения. Смотрите, какие у нас есть еще интересные аргументы. Я бы не стал приводить... Я уже упомянул тот аргумент, что большинство кришнаитов не сильно заботятся о том, что им говорят о христианстве. Многие люди приходят к кришнаизму именно как попытки увидеть Бога, попытки постичь Бога. У них есть уже некий такой околохристианский бэкграунд или некое околохристианское мировоззрение. То есть это достаточно такая сильная смесь что-то языческого, что-то восточного, что-то христианского. И вот когда люди, имея в себе вот эту смесь, они приходят уже к кришнаизму, они действительно думают, что христианство состоит из мифов, что главная проблема христиан в том, что они никак не могут понять, во что они верят, что они догматизированы, что они пытаются рациональным путем познать истину тогда, как ее нужно постигать духовным. Они придумывают себе кучу всяких дел для того, чтобы постичь божество. На самом деле все, что нужно, это преданное служение, ну и так далее, тому подобное. Так вот, первая ваша забота, это обратить внимание человека, что информация о таких важных вопросах, как спасение, как Бог, кто такой человек, его место в этом мире, должна основываться не столько на наших впечатлениях, или мифах, или мнениях, сколько мы должны как можно более точно узнать все источники, понять, откуда все это течет, откуда все это дело происходит, и кто является автором тех или иных мыслей, потому что, как мы говорили в начале, наше сознание определяет наше бытие в будущем. И кришнаиты иногда используют такие достаточно смешные способы, ну, например, для того, чтобы подтвердить, что вегетарианство, хотя у них, видите, вегетарианство, которое допускает молочные продукты, то есть не жесткое вегетарианство, они считают, что корова является объектом поклонения или одно из тех священных животных, которые окружают человека, то есть мы можем воспринимать от коровы все ее дары. Интересно, что в Ширейше Панишат, да, вы правильно подумали, ну, так, чисто вот, чтобы немножко развеять атмосферу, в Ширейше Панишат написано, что один калькутский ученый выяснил, что коровий навоз обладает всеми антисептическими свойствами. Вот, но, конечно, можно пытаться под бинт укладывать коровий навоз, ну, наверное, свежий, вот, но поверьте, конечно, имея свой некоторый опыт в микробиологии, я могу вам сказать, что коровьи антисептические свойства, то есть это свойства, которые не позволяют микроорганизмам развиваться или предотвращают их развитие, вот, вряд ли можно сказать так, что навоз этими свойствами обладают, хотя бы просто потому, что я знаю, вот у нас в северной полосе, в северных широтах, для того, чтобы, как говорится, прогреть землю в парниках, закладывают навоз на, там, 20-30 сантиметров, вот, и больше ничего делать не надо, он сам прекрасно гниет, и так хорошо гниет, что землю греет, вот, так что, если бы он обладал всеми антисептическими свойствами, наверное, он бы уже стерилизовал землю, вот, но, может быть, я не такой ученый, как один калькутский, вот, и у меня свои представления о навозе, вот, но так или иначе, вот, неважно, то есть в вегетарианстве люди воспринимают молоко, его продукты, и это уже неплохо, потому что они получают белковую пищу хотя бы так, хотя тоже есть свои тоже нюансы, грибы, вот, куда грибы? Грибы оказываются животные, то есть кришнаиты грибы не едят. Почему, не знаю. Согласно ведической традиции. Точка. То есть я не знаю, просто я не смог найти, может быть, по своей неграмотности никакой ведической традиции, говорящей о грибах, но грибы нельзя. Ну, понятно, что все морепродукты, яйца, там, мясо, все это, понятное дело, что нельзя, поскольку один из принципов, это нельзя убивать, да, то есть не убей, нельзя убивать жизнь. Хотя, смотрите, вот здесь тоже такой казус происходит. Почему, если душа присутствует во всем живом, то есть как в растениях, так и в животных, почему, поедая животную пищу, мы убиваем душу, а поедая растения, мы не убиваем душу? Кришнаиты объясняют следующим образом, что когда Кришне предложили и то, и другое, он выбрал растительную пищу, то есть он не выбрал животную пищу, соответственно, они следуют его традиции, то есть эта пища более благоприятна Богу. Тогда получается, что этот вопрос не так сильно связан с Ахимсой, то есть не убийством, вот тем принципом, который присутствует в восточных учениях, а больше связан просто с конкретным предпочтением. Ну, в общем, опять же, это уже такие богословские, философские сентенции, нам это не сильно касается. Что нас иногда касается в этой апологии? Дело в том, что Христос совершил с точки зрения кришнаитов тяжкое преступление. Вспомните, после своего воскресенья, что он делал на берегу, когда к нему бросились практически обнаженные апостолы, которые сначала его не узнали, а потом узнали, что он готовил на костре, жарил рыбу. Но, с другой стороны, да, вот видите, Кришна тоже мог бы совершать различные проказы, и ничего бы за это не было. Но здесь кришнаиты говорят, что на самом деле это была не рыба, а вот так просто неправильно перевели плоды хлебного дерева, там, или еще что-то. То есть в какие-то такие дебри ушли. Я говорю, подождите, это же рыба. Вот. Потом еще другая проблема существует, когда кришнаиты пытаются объяснить, что вегетарианство – это древняя традиция, которой должны следовать и христиане. Я говорю, подождите, а во второзаконии же написано, вот пища, которую ты будешь есть, вот это ешь, а вот это не ешь. Подождите, даже не апостолы говорят, Бог говорит. Как же с этим-то быть? Они смотрят, смотрят, говорят, неправильный перевод, неправильное прочтение. Это надо понимать духовно или еще что-то. То есть, ну, как бы, когда нет проблемы. Мы закроем глаза, проблемы нет. Я говорю, ну, извините, вот все-таки в тексте такое говорится. Еще один интересный момент, связанный с вегетарианством. Они говорят, христиане, конечно, хорошие ребята, но они нарушают первую заповедь. Мы начинаем читать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз. Первая заповедь. Ну, все мы понимаем, какая первая. Хотя, знаете, один раз я не понял, какая первая заповедь. У нас в общении с людьми происходят разные такие случаи. И мы их называем страннички. То есть, такие приходят люди, возбужденные какой-то идеей. Вот. Один раз на такой общий круглый стол, небольшой чаепитие, пришел такой человек и стал выкрикивать разные лозунги и так далее, тому подобное. И хорошо со мной Дмитрий сидел, поскольку он быстрее меня сориентировался, потому что человек стал кричать по поводу того, как мы нарушаем, разрушаем память о нашем прошлом и так далее. Я немножко так. Потом он так повернулся к нему и спросил, какая первая заповедь в Библии? Дима так не сплоховал, говорит, плодите сразу нажать. Он говорит, правильно. Вот. То есть, понимаете, для разного контекста, да, у разных людей разная первая заповедь. Но мы будем, в данном случае, не придется следовать кришнаитскому контексту, в котором первая заповедь это не убей. Почему она первая заповедь? Не знаю. Ну, в христианстве, конечно, мы понимаем, что первая заповедь та, о которой Христос говорит, что она первая заповедь, или та первая, которая записана первой. Как первая заповедь. Но неважно в данном случае. Итак, первая заповедь не убей. Они говорят, что христиане нарушают первую заплату, они убивают, 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 убивают. Я всегда люблю приводить этот пример, он такой очень яркий. Как-то я был свидетелем такого момента, что одна кришноидка рядом со станцией метро Черная Речка, это такое достаточно интересное место, еще в 90-е годы, в середине 90-х, там было много торговцев, там все что угодно продавали. Один раз я даже реально видел, что продавали гранатомет. То есть толпа большая, все что угодно продает, и вот стоит девушка, лоточек, продает кришноидскую литературу. Все нормально, она красиво выглядит, привлекает к себе внимание, кришноидская литература, разговаривает. Но я же не Христос, чтобы прийти, лотки переворачивать, кричать. Что делать, не знаю. Я думаю, Господи, помоги, ну надо как-то, что-то надо сделать, как-то надо попытаться. А, конечно, никакого золотого способа не было, как противостоять, тем более, какое право я имею. Нет, опять же, Ахимса, не насилие. Мы не должны совершать насилие. В первую очередь из-за любви, а не потому что. Я подхожу к ней, говорю, вот расскажите, она говорит, я спрашиваю, а как же тогда вегетарианство? Она рассказывает, как это страшно. Еще тогда 600 секунд Александра Невзоров показывала об убийстве, значит, на наших там заводах, где там, как страшно забивают животные. И все это, конечно, перед глазами. И тут же собралась небольшая толпа, все завыли. О, какой-то ужас, убирай, убивать коров, там есть мертвичину и так далее. Ну и все вот как бы стало накручиваться. Я понимаю, что я зря пришел, потому что вот все, значит, только хуже стало. И тут подкатывает такой слегка подвыпивший человек, он такой, знаете, они всегда как глаз народа такой. Он говорит, да действительно, зачем это нам убивать животных? Надо нормально питаться вообще здоровой пищей. Вот, и тут я спрашиваю, скажите, а мы как раз проходили приполярный круг, скажите, а что делать людям, которые живут за 60 градусом? То есть, вот я понимаю, убивать животных плохо, а на севере? Там же, говорю, мох, ягель, говорю, значит, из растений. Что там, ягоды, вот, ну там, тюлень, рыба, вот, это же нельзя, а как же тогда на мхе выживать? И она вот, молодец, то есть, просто, просто замечательная девушка, потому что она сказала правильную информацию с точки зрения кришнаитов. А так собралась, она поняла, что сейчас будут бить, вот, то, что все такие уже все за нее. И вдруг она говорит, хорошие люди на севере не живут. И вот этот вот товарищ, глаз народ, говорит, ах, так, так забирай свои книжки и иди отсюда. Ну, в общем, короче, он всех разогнал. Ну, действительно, так, согласно их учению, то есть, люди, которые попали в такие обстоятельства, где они вынуждены питаться мясом, мясоеды, то есть, они попали не потому, что вот они были хорошими кришнаитами, потому что в прошлой жизни, понимаете, да, были проблемы. Соответственно, они были направлены на переисправление. Вот, или еще что-то. То есть, конечно, самое благочестивое рождение, рождение это в Индии, это родиться во варендовании, в деревне, где жил Кришна. И вот просто быть ближе к Кришне, родиться в кришнаитской семье, это вообще просто самое главное. Я говорю, так, а что же делать тогда со всеми остальными? Ну, извините, так получилось. Да, не повезло. Вот. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Еще одна проблема с вегетарианством, связанная с исполнением заповедей. Подождите, говорю я. То есть заповедь «Не убей» относится к кому? Они говорят «Ко всему». Я говорю, не, 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 какая-то путаница. Подождите, у нас есть заповедь «Не убей» – это одна из десяти заповедей, правильно? Правильно. У нас может быть такое, что одна заповедь относится ко всему, а девять заповедей только к людям. Адресаты этих заповедей кто? То есть получается, если эта заповедь относится ко всему, ко всему миру, ко всему творению, ко всему, что нас окружает, значит и все другие девять заповеди тоже относятся ко всему. То есть если я иду в лес и собираю грибы и ягоды, я нарушаю «Не укради», правильно? Я ворую у зверей и птиц их пропитание. Если я собираю мед, я просто пчел обокрал. Дело в том, что кришнаиты, говорят, играют на нашем непонимании, то есть на человеческом, общем-человеческом непонимании, что заповеди относятся к человеку, к человеческому обществу. И если десять заповедей перекладывать вообще на все, что нас окружает, у нас получается серьезный казус. Вот дальше посмотрите по списку, и там будет еще смешнее. И что они ответили на это? На пчел, на грибы, ягоды? Ну вот, нет, они просто отвечают, что я неправильно их понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok